Продолжение следует... Об особенностях сложно подчиненного предложения с предаточным определительным. Сможете понять применение порцеляции, намеков в словосочетаниях. Сформулируете идеи, интерпретируя содержание текстов. Закрепите навыки постановки знаков припинания в сложно подчиненных предложениях. Эпиграф нашего урока. Ежедневно сама природа напоминает нам, всколь немногих, всколь малых вещах она нуждается. Древнеримский политик и философ Цицерон Марк Тули. С данным высказыванием сложно не согласиться. Действительно, когда человек нарушает законы природы, осушая болота, вырубая леса, поворачивая русло рек, происходит природная реакция, последствия которых могут быть необратимы. Вот поэтому и появились праздники природы, которые призваны обратить внимание всего человечества проблемам экологии. 11 января. День заповедников и национальных парков. Эта дата в календаре всех экологов появилась с 1997 года по инициативе Центра охраны дикой природы и Всемирного фонда дикой природы. 11 января для этого события выбрано не случайно. В этот день, в 1916 году, в России был образован первый государственный заповедник – Баргузинский. Всемирный день Земли. День Земли, который отмечается дважды, 20 марта и 22 апреля, трудно назвать праздником. Скорее, это мероприятия, которые предназначены для того, чтобы люди обратили внимание на экологические проблемы нашей планеты. Существует и флаг Земли. Его нельзя назвать официальным, поскольку на нашей планете не существует единого правительства и общего государства. На флаге изображена Земля на глубоком темно-синем фоне. За основу дизайнеры взяли знаменитый снимок, сделанный 7 декабря 1972 года астронавтами Аполлона-17. Именно так выглядит наша планета на расстоянии 29 тысяч километров. Кроме того, имеется и другой символ Дня Земли. Это греческая буква «тета», выполненная зеленым цветом на белом фоне. День Земли отмечается по-разному, но одна традиция остается неизменной. Традиция звучания колокола мира соблюдается повсеместно. Звук колокола призывает жителей планеты объединиться и вместе начать заботиться о здоровье и красоте планеты. Самый первый колокол мира прозвучал в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Он интересен тем, что был отлит из монет, которые собрали дети всей планеты во имя мира на Земле. Об этом напоминает надпись на колоколе. Да здравствует всеобщий мир во всем мире! 22 марта. Всемирный день водных ресурсов. Этот всемирный день объявлен Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году. Этот день отмечается во знаменовании важности пресной воды и служит повышению осведомленности о том, что 2,2 миллиарда человек живут без доступа к безопасным водным ресурсам. В резолюции Генеральной Ассамблеи предложено государством проводить в этот день мероприятия, посвященные сохранению и освоению водных ресурсов. 5 июня. Всемирный день окружающей среды. Установленный ООН, День окружающей среды, является для всех экологов и природоохранных организаций одним из основных способов привлечь внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды, а также стимулировать политический интерес и соответствующие действия, направленные на охрану окружающей среды. 8 октября. Международный день борьбы с природными катаклизмами. Миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать для предупреждения и сокращения рисков стихийных бедствий. Защита населения от природных катастроф и катаклизмов – одно из наиболее приоритетных направлений деятельности многих государств мира. 26 июня. День охлаждения. Промышленные торговые ассоциации и профессиональные организации со всего мира объединились, чтобы объявить 26 июня Всемирным днем охлаждения, который теперь отмечается как ежегодное мероприятие. Вся мировая индустрия обращается к тому, чтобы воспользоваться этой возможностью, чтобы повысить значимость роли охлаждения, кондиционирования воздуха и тепловых насосов в благосостоянии человечества. Ребята, кроме перечисленных международных всемирных праздников, существуют и локальные значимые праздники в некоторых странах. Например, в Германии. 1 апреля – День Ландыша. Вступите в диалог с учителем, ответив на следующие вопросы. Первый вопрос. Как вы думаете, имеют ли практическое значение праздники природы? Почему? Примерный ответ. Несомненно, праздники природы имеют огромное значение для человечества, потому что привлекают большое внимание людей к экологическим проблемам. Например, подростки и молодежь Казахстана ежегодно принимают участие в акции «Жасл-Ель» – высаживая деревья. Второй вопрос. Какой праздник придумали бы и объявили бы вы? Примерный ответ. Руководствуясь девизом «всё начинается с малого» объявил, объявила бы «день чистого подъезда», «улицы», «набережной», «двора», «города». Ребята, практикум нашего урока посвящен сложно-подчинённым предложениям с предаточной определительной. В сложно-подчинённых предложениях с предаточной определительной предаточная часть относится к определяемому слову в главной части и стоит после него. Отвечает на вопрос «какой?», даёт характеристику определяемого слова. Соединяется с главной частью при помощи союзных слов «который?», «что?», «куда?», «когда?», «где?», «откуда?» и «другие». Для подчёркивания смысла определяемого слова могут употребляться указательные слова «тот?», «такой?». «Солнечные батареи какие?», «что установлены на крышах домов?», «уже никого не удивляют». Чтобы продолжить нашу работу, поиграем в чёрный ящик. Внимание! Чёрный ящик – это грамматическая единица русского языка. Это то, без чего зачастую не может обойтись сложно-подчинённое предложение с предаточной определительной. Оно согласуется в роде, в числе, в падеже, с определяемым словом. От определяемого слова к нему задаётся вопрос «какой?». Оно находится в предаточном определительном. Думаю, вы все угадали, о чём идёт речь. Это союзное слово «который». Выполните следующее задание. Правильные ответы. Графическая схема. Поэты и прозаики в своих произведениях зачастую используют порцеляцию и намёки, чтобы усилить или выделить отдельный момент. Давайте вместе узнаем, что такое порцеляция и намёк. Порцеляция – изобразительно-выразительное средство, которое заключается в том, что предложение намерено делиться на несколько пунктационно и интонационно самостоятельных частей для того, чтобы подчеркнуть детали и создать эффект неожиданности, усилить контраст между описываемыми явлениями. Порцелированная конструкция представляет собой неполное предложение, которое по смыслу и грамматически зависит от предыдущего предложения. Человек смотрит прямо в глаза. Мне, тебе, нам. Намёк, слово, фраза, смысл которых не высказан полностью, о нём можно догадаться. Пора задуматься, почему человек, этот венец природы, сделался злейшим врагом природы. В данном предложении содержится целая природоохранная концепция и намёк на катастрофические последствия враждебного отношения венца природы к природе. Следующее задание. Прочитайте отрывок из стихотворения Бориса Слуцкого. Ответьте на вопросы. Какие уроки даёт океан человеку? Что можно услышать, внимательно выслушав реку? Что роду людскому расскажут высокие горы, когда заведут разговоры? Гора горожанам невнятно, огромные красные пятна, в степи расцветающих маков их души оставят пустыми. Любой ураган одинаков, любая пустыня, пустыня. Но море, которое ноги нам лижет и души нам движет, а волны морские не только покоят, качают, на наши вопросы они отвечают. Ответьте на следующие вопросы. Ребята, на экране ваши примерные ответы. Какая мысль выражается в выделенном фрагменте? Люди, живущие в каменных джунглях, равнодушны красотам и стихиям природы. Второй вопрос. В каких словах и выражениях содержится намёк? Намёк содержится в первых четырёх строках. Какие уроки даёт океан человеку, что можно услышать, внимательно выслушав реку, что роду людскому расскажут высокие горы, когда заведут разговоры? Третий вопрос. На какие уроки для человека намекает автор? Возможно, речь идёт о последствиях загрязнения природы человеком. На этапе рефлексии заполните следующую таблицу. На экране ваши примерные ответы. Знаю о существовании некоторых праздников природы. Узнал о большом количестве проводимых акций в мире, направленных на решение экологических проблем. О структуре сложно подчинённого предложения с предаточной определительной. О применении порцеляций и намёка. Могу использовать полученные знания в дальнейшей деятельности. Ребята, наш урок завершён. Сегодня на уроке вы узнали о праздниках природы на планете Земля. Познакомились со структурой сложно подчинённого предложения с предаточной определительной. Смогли понять применение порцеляций и намёка. Сформулировали идеи, интерпретируя текст. Наш урок завершён. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин